Да, всё, поехали. Вот такой у нас денёк сегодня получился. На самом деле интересно. Индивидуальный тур. Ещё Саша рассказал, говорит, нелегалы в неделю живут, потом выходят в кафе сюда, им организовывают бесплатное такси в Иванков на суд. Суд 315 гривен присуждает. Всё. Всё, которое говорит, вероятность, что кто-то заплатит, тоже крайне небольшая законодательства. Жёсткого нет никакого. Туризм процветает, есть что-то работает с пользой. Не знаю, забыл, наверное, снять. Что-то я отвлёкся на сцепление, тормозу попроверял. Стоит. Лежал туфель женский. Примерно тех лет на площади возле гостиницы. Наверное, на фотографиях с УАЗом попал моторкадр. Да. Вот это вывеска. 1970-й год под вывеской. Написано. Всё, выехали. С Крепечи. Погода такой нам сюрприз. Приятный, приготовила. Красивое небо, красивый день. И снег, и солнце, и облака всё есть. И тучи. Теперь путь домой. Отсюда примерно километров, наверное, 160 мне. Сейчас забью, кстати, посмотрю. Да, поймала навигацию. 156 километров от этого места мне до дома. То есть, в самой Припяти как раз-то уже 160 километров. Да, не близко. Причём потихоньку. Доедем, я думаю. Вот ветка. Песнодорожная. Наверное, три остануцы по ней валили, я думаю. Даже до ветка вряд ли кто-то её охраняет. Интересно, откуда они шли. Тоже мысль у ребят работает, конечно. Дрезину электрическую. Но у них другие возможности. Другое количество подписчиков. Другой доход на канале. Так что подписывайтесь, делитесь. Я думаю, будем улучшать контент. Вон, вон сама станция. Слева. Красивое вечернее солнце. Видите, что тут с весом. Саркофаг, вон там, где краны. Всё, мы сейчас до Чернобыля долетим. Через сам Чернобыль, потом ещё. Трасса. Фриланка в Киеве. Памятник ликвидаторам. Не успел снять. Это мы в Чернобыле уже опять. Но этот более-менее живой. Тут люди есть. Близко тоже от станции. 10 километров. 12, наверное. Все равно не так близко, как Припять. Домики брошены. Здесь все похожи. Типовые. Тут же многоэтажки. Да, жили люди, не тужили. Тут же тоже отселили. Там 50 тысяч. Тут ещё сколько. Так выглядят дома. Тут, по крайней мере, всё целое. Даже если совсем что-то брошенное. Всё, сопровождающий наш пошёл домой. Пашалет снял. Тут всё серьёзно. Да, вон машин сколько. Живут люди здесь. Кировец. Да, копеечка. В идеале стоит всё. 15 километров знак прямо. Да, не, ну рама там пару уголков приварили. Есть, есть там, да. А это для чего? Хайджек, домкрат. Шо, вы не были на моём канале? Нет. Так заходите. Проверка. Тщательная, да? А мы отсюда. С Киева? С Киева? Ну, конечно. Тщательная, да. Так, а раздавь хоть и я? Там две. Две раздавь? Ну да. А зачем? Чтоб понижение было. Игорь здесь... Тщательная, да, как 80, не может быть. Только что посмотрел на навигатор 75, тут ещё подъём. Жестяк вообще. Я думал, как-то шум колёс возрос. Ну, тут нет автомобилей, безопасно. То есть, даже где-то меня чуть-чуть бросает, но ширины дороги позволяет. Тоже такой своеобразная рекордная эти шины. Но при том, что уже немножко подпустили они, немножко сложнее управлять. Уже где-то до КП недалеко до выезда с зоны. К тому же будем качаться по-нормальному. Да, только я сказал, и за этим подъёмом появилось КП. Да, 80 едет машинка. Ограничение только в рулевой, поехало бы больше, я думаю. Всё, выезжаем. Какой тут пункт пропуска серьёзный. Не на всех таможнях такой есть. Опять проверка нас. Повторная. Может, мы где-то петляли ещё. Всё, с фотосъёмки пока завязывается, только внутри на дисконтроле. В КП снимать нельзя. Проходите вот туда, в виловире, там стойки. Тут всё просто. Встали с ногами на стойку. Это осмотр. Едем домой, качаем колёс. Что это? Чернобыльское? Ёлки-палки. Чернобыльское кофе? Да, оригинальное. Я не боюсь. Ничего не боюсь? После от немецкого видеооператора я уже ничего не боюсь. Он же без шмайсера был вроде. После того, как ко мне в лесу подбежали, сказали хандэ-хоп. Пожалуйста. В Припяти, да? Волки-чёрный. Волки-чёрный. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Дорога исчезла наглухо Добавил субтитры DimaTorzok 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 Дороги тоже жесть просто Дороги нет Ёлки-палки Центр Киева Хуже чем в Чернобыле Даже закончится этот бардак уже Никто ни за что не отвечает Люди неправильно голосуют Мне кажется Добавил субтитры DimaTorzok 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 или жесткие две ямы полыбивало что-то тут не в порядке на этом мосту на родине тут вообще жесть они дороги да Саша не прикалывался когда сказал мы и сами убедились там дороги намного лучше чем во многих местах в Киеве да, по этой улице мы стартовали в 8 утра и без 5-8 вечера прибыли все нормально 12 часов свежухи незабываемый день, конечно всем пока, друзья подписывайтесь напишите комментарии что вы думаете по поводу этого дня до встречи да, только недавно несколько часов назад был в другом мире а тут уже еду в подарнице в другой мир полностью что там, что здесь да круто съездили круто съездили я не могу м даже не в 3-4 часах в 3-1 я не знаю